Аааа реклама Субтитры добавил DimaTorzok Здарова друзья, с вами дядя Сережа и сегодня очередной день, где я буду рассказывать о тренировках, о питании и так далее. И сейчас у нас утречко, 10 утра. Заметили, новый дом, да? Об этом чуть позже. Так что поехали на кардио. Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, вот такой вот дом. Домик двухэтажный. Стоит он в районе 500 долларов. Плюс мы платим еще 300 бат. Короче еще платим 10 долларов за интернет в месяц. Очочки дядя Сережа прикупил. Очень дорогие. Дом хороший, просторный, светлый. В нем мало мебели. Но зато в нем много пространства. Можно повесить, не знаю, петли ТРХ и заниматься. Можно... Если бы, конечно, надолго мы бы здесь жили и у нас был бы такой дом, то, конечно, мы бы его обустроили по-своему. Вот. Также небольшой садик, в котором особо ничего нет. Там бананы растут. Вот. Стоит недорого получается. Мы сняли его на 3 месяца. По питаниям. После тренировочки... До тренировочки дядя Сережа бомбанул кофейка. После кардио-тренировочки он приехал, бомбанул тоже кофейка, потому что, в принципе, особо есть не хотелось. Что очень странно. И также странно, что к концу кардио, обычно 40-35 минуте, падает сахар и такое состояние... состояние без сил. Но сегодня было все, в принципе, отлично. Может быть, это было потому, что раньше я съедал немного углеводов перед кардио. А сейчас как-то это я не делал. Вот. Также я скушал овсяночку, протеинчика пакетик и бананчик. Вот. Дашенька решила вытащить меня еще на небольшое кардио. И мы пойдем прогуляемся до ветряка. Фух. Время сейчас 2.15. Ну и по факту, естественно, в питание за весь день я расскажу. Также тренировочка будет у нас вечером. Крутяк, да? Жизнь удалась. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такой вот виду. Крутяк, да? Ну вот, в принципе, и все кардио, друзья. В районе 8 тысяч шагов, 7 примерно километров. И в районе 30 этажей мы преодолели. Вот такой вот кардио. Сейчас погода получше, так что надо делать его, конечно, почаще. На свежем воздухе, загорать, дышать, смотреть на что-то. Хотя в зале мне тоже нравится, потому что можешь посмотреть какие-то ролики. И время пролетает быстро. Но когда меняется картинка, и ты идешь где-то в горы, это, конечно, тоже очень круто. Вот. Многие спрашивали по поводу, почему я не плаваю. Я за месяц с чем-то уже пребывания здесь еще ни разу не искупался. Потому что я не сильно уж и большой любитель плавания. Потом соленый ходишь в соленой воде. Все. Еще особенно, когда накусают комары. Там ты расчесываешь. Получается, так как влажность большая, ранки заживают долго. А если ты еще и купаешься, то, конечно, это время увеличивается еще больше. Вот. Поэтому я не любитель купаться. Я любитель ходить, гулять. Хотя плавал, в принципе, нормально. Пару лет же на плавание ходил, когда мелкий был. Ну и волны. Сейчас тут были такие волны до недавнего времени. Что, в принципе, кусочек со всего пляжа, там, 500 метров. Там метров 10 они отделяли, где можно было купаться. И спасатели стояли и вот так вот смотрели. Высматривали, не будет ли там кто-то не утонет. Ну что, сейчас поедим. Полетаем на коптере. И пойдем заниматься. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, друзья, вот мы в зальчике 20 минут кардио прошли И теперь сейчас будем качать... Что? А я забыл, что качать. Сейчас надо посмотреть телефон Сегодня тренируем грудь, спину и плечи Будем делать упражнения на спину, потом на грудь, потом на плечи Потом на спину, на грудь и на плечи Все просто, элементарно. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, вот такая вот тренировочка. Мы тренировали спину, грудь и плечи По два упражнения по очереди То есть начинали со спины Это тяга нижнего блока, потому что она мне нравится Как упражнение я выбираю упражнения, которые мне больше нравятся, в которых я лучше чувствую мышцы И это у нас была тяга нижнего блока узким хватом Потом мы сделали жим гантелей на наклонной Потом мы помахали на плечи Потом я поделал тягу узким хватом верхнего блока Мне тоже нравится это упражнение Потом мы сделали в кроссовере такой полужим, полусведение То есть когда я еще не изолированно работал грудью Да, еще немножечко дожимал Вот, очень мне нравится такое движение И что еще я сделал? И тяга гантелей на плечи В принципе и все Вот такая вот наборчик на плечи У меня по 4 рабочих подхода На грудь и спину по 3 Повторчиков грудь и спина по 12 Плюс-минус То на плечи в районе 15-20 Ну, в принципе и все Так что телепортируемся на ужин И там я вам расскажу все о питании Как формат? Скажи, а? Как оно? Прогрессирует, дядя Сережа? Пойдем взвесимся, кстати Друзья, вот я и дома И что, надо подвести итог еды за день Которая сегодня была И сегодня также у нас оказалось В районе 1700 калорий И соотношение В прошлом выпуске я сказал Что у меня соотношение 50% углеводов 50% белка и 20% жиров Да, что 120 И я потому что немножко тупой качок Я оговорился, вместо 50% там было 30 30% углеводов И сейчас у меня соотношение плюс-минус Такое же углеводов побольше Наверное в районе 40 40 белка и 20% жира Калорийность 1700 калорий Это совсем небольшая калорийность Такая очень маленькая Это для девочек, наверное, бикини Надо такую калорийность держать И за дня в день я так не питаюсь Потому что, конечно же, я бы уже Совсем сохся и умер Потому что бывают дни, когда вот мы ездили В Малайзию на несколько дней И, конечно, там я поел нормально Вот, так что день от дня не приходит Стараюсь в 2-100 вложиться Ну, а в какие-то другие бывает у меня, что и 3-4 тысячи калорий приходится Ну, а и в принципе в среднем, наверное, в районе 2,5 тысячи калорий Если разделить все на всю неделю Сегодня у нас вышло в районе 10 тысяч шагов 40 этажей, 8,8 километров Два раза кардио и силовая тренировочка В следующей тренировке нас будет качать ноги Так что покажу, как дядя Сережа качает ноги Тренировок ног у меня тоже две Разные с акцентом на перед бедра и зад бедра Ну вот, в принципе-то и все, друзья Так что давайте поставьте дяде Сереже лайк Вот вам банка, щелчочек И я давненько уже хочу жрать Так что все, всем мир Пишите свои вопросы, комментарии В следующем выпуске, может быть, отвечу Бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok